всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут катя вас очень рада здесь видеть и сегодня хочу показать вам все то что я вышивала в течение двух месяцев если вам интересно то оставайтесь со мной мне будет очень приятно надеюсь мы все вместе хорошо проведем время хочу начать свой видео с этого замечательного сэмплера от the scarlet house который у меня даже не влезает в кадр то есть даже половина работы не влезает если вы точно какие-то нереальных размеров поэтому буду показывать вам его частями но как только я его закончу постараюсь что-нибудь придумать показать его во всей красе целиком вот так вот выглядит превью кто никогда не видел этот сэмплер или впервые меня на канале немного темное превью но очень красиво и вот как выглядит верх этой работы здесь я уже вышила полностью вот этот верх смотрите красивые цветочки птичка бабочки очень красиво вот этот такой бордюр он такой винтажный знаете я смотрю на камеру и понимаю что на камере этот процесс мне нравится намного больше чем нравится он мне в живую здесь я вышиваю в основном без каких-либо протяжек стараюсь закреплять нитку так как есть я вышила полностью эту надпись практически завершила этот бордюр и мне не хватает здесь буквально одного зеленого листочка и добавить сюда зелени в этот цветок вышила вот эту вазу с цветами она выглядит очень красиво но живую этот цвет более такой сливовый и имеет небольшие переходы чего к сожалению не видно на камере начала вышивать этот бордюр но здесь ошиблась на одну клеточку поэтому я приостановилась еще знаете бордюр он такой скучноватый дело в том что его здесь очень много то есть вот он отсюда идет сюда 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 одним цветом одни и те же элементы повторяется и поэтому я решила вот я застряла вот здесь что пока что не хочу вышивать его дальше пусть пока буду вышивать другие элементы а потом когда будет вдохновение вернусь но опять же чтобы вышить все вот это я понимаю если сейчас все это высшую то потом не захочу возвращаться к бордюру в общем у меня такая дилемма что сейчас закончить но как всегда буду действовать по вдохновению и посмотрю что из этого получится сделала вот этот ряд с 1825 года напоминаю что это репродукция старинного сэмплера дальше я вам покажу вот здесь у меня полностью закончен бордюр сделаны некоторые вазы практически все кроме двух опять же на превью показаны еще две вазы вот это и вот это и два вот этих это примета лебеди дам два лебедя я их еще не закончила точнее даже не начинала поэтому это место мне постоит но вот здесь вот будет да вазы вышивались очень просто единственно вот эта база была немножко такая странноватая как видите вот здесь есть такие участки которые никак не пришиваются эти стебельки но я все-таки оставила все как есть задумку автора надеюсь что это не ошибка какая-либо вазы очень красивые вот кстати в вазах видны переходят в этих цветочках вот этот мне элементы очень нравится такие геометричные формы вообще прикольно выглядит очень так знаете выделяет выделяется на этой работе дальше я начала вышивать вот это само дерево дерево это вообще это что-то такое знаете я когда вышивала даже не понимала сначала что вышивала не знаю что это дерево но вот эти какие-то странные ветки такие вот что белки здесь что ветки они какие-то все-таки квадратичные непонятные но все оно выглядит прикольно желуди здесь которые изображены на них есть переход ниток он виден но опять же при таком свете я снимаю вечером с искусственным освещением но даже при мелом дне с такой знаете пасмурной погодой за окном тяжело разглядеть переход но он здесь есть если видите он от серого более коричневый идет но не такой явный как на превью а вот это у нас шоколадный такой цвет да и здесь есть тоже небольшие переходы цвета но вот здесь мы можем видеть что здесь просто невероятный какая-то я не знаю невероятный ствол выглядит он просто супер интересно и очень хочется конечно же иметь такой же и и что я советую я вышиваю все это в джентл арт нитках и я советую на этот ствол купить шелк то есть изначально этот центр вышивался шелком и вот этот цвет которым вышивается ствол мне кажется красиво будет точнее лучше будет заменить на шелк вот в дмс то здесь совсем будет скучно но некоторые цвета я бы заменил скидем си например тот зеленый цвет он красиво будет вышиваться в дмс просто потому что он без особых переходов у меня есть его три нитки и если честно я не вижу никаких особых переходов здесь вот они все с разных партий но они все вот такие темный да красивый цвет но не могу сказать что здесь явно какие-то переходы дальше вот этот цвет у меня одна пасма закончилась так же как и бренди точно сто процентов здесь нужно будет два вот по два мотка этих цветов остальное все и думаю мне хватит чем красивый такой элемент это дерево и сейчас я планирую пойти вниз и вышить этого человечка может даже вот эти два элемента а если совсем вдохновение то повышеваю вот этот элемент белки здесь такие странные тоже угловатые смотрите какие они забавные такие лапки хвосты интересно вот они идентичны и я уже дошла до конца здесь у нас смотрите так интересно идет этот пол в три здесь три таких столбика и желтая это шахматка через одну клеточку интересно вшивается конечно в общем я уже почти на финишный прямой мне буквально тут ничего осталось но так как это сороковой каунт я вышиваю в одну нить через две нити переплетения это все очень долго идет еще плюсом у меня нет особого какого-то освещения за окном хмурая осень вышиваю исключительно его днем вечером его не повышиваешь день короткий и как бы глаза устают поэтому я вышиваю не так часто как хотелось бы хотя вот весь октябрь я вышивала практически только его здесь у меня уже есть такая овечка видите как она забавная у меня такие копытца прикольные носик глазик ушки хвостик в общем милашество да она немножко такая угловатая но она мне нравится также вазон красивый очень мне кстати нравится он тоже с переходами выглядит очень эстетично что меня удивило я думала что вот этот бордюр он абсолютно левая часть эстетично правый но можете заметить да что здесь зеленые цветы в них желтый желтый цвет желтый цвет в них розовый цвет конечно так сказала но я думаю все понятно и вот этот стебелек да вот эти вот эти бутончики они все идут в три столбика вот раз два три раз два три и здесь тоже раз два три да то есть как бы такой элемент и здесь же у нас в зеленом цветке идет почему-то розовый цвет вот здесь его здесь хотя вот этого я здесь не наблюдаю также здесь если присмотреться можно увидеть четыре столбика не три как везде три три а вот раз два три четыре вот в этих последних четырех цветках здесь идет столбик чуть более удлиненный чем обычно но я знаю себя что когда я выищу этот сэмплер я его оформлю я буду постоянно смотреть на вот этот розовый цветок и на вот этот и буду думать почему они отличаются вот от этой части да несмотря то что это репродукция все равно я решила немножко внести свою лепту изменить так как мне нравится как мне комфортно и ну я изменил и ничего ни о чем не жалею в общем да здесь мне осталась самая интересная часть я уже просто не знаю трепещу мне не терпится к ней приступить еще про ошибки я ошибки особо не исправляю если их делаю например здесь у меня есть ошибка можно было отступить не можно нужно было три клеточки по три вот в этих трех столбцах но я сделала по две не увидела и также эту ошибку перенесла сюда то есть это в принципе не ошибка на один крестик ничего не заметно но я исправлять не стал теперь сейчас я буду вышивать до конца вот это дерево интересно сойдется но здесь или нет надеюсь сойдется в общем вот такая красота у меня получается мне кажется прогресс налицо достаточно много я здесь вышила да может кто-то вышивает быстрее но к сожалению этот человек не я всех ниток мне хватит но я уже сделаю более подробный обзор на нитки и на саму готовую работу когда завершу этот сэмплер сейчас пока я не вижу смысла так как он у меня еще в работе это дуб с произведения Александра Сергеевича Кучкина вот такой чудесный домик от blackbird designs я давно на него засматривалась он мне всегда очень нравился но почему-то я его не вышивала это первая моя работа от этого производителя он будет круглым это дизайн здесь я уже вышила полностью вот эту правую часть с этой стороны не завершила так как у меня к сожалению закончился вот этот цвет которым вышивается ствол и я буду подбирать что-то в магазине на глаз так как вот это я даже не знаю какой цвет я вышиваю его из остатка всего что у меня только есть естественно здесь есть какие-то ключи цвета по ключу но не все например птичка по ключу у меня и домик все остальное я делаю своим подбором например вот этот розовый цвет который вот здесь такой интересный с переходами я вышиваю вот этой ниткой номером 99 DMC я просто отрезаю нитку например темную и темный вышиваю светлую вышиваю светлую потому что если вышивать вот так вот светло темный как она есть да то есть вытягивать вышивать будет не очень красивые яркие переходы мне хочется плавных таких оттенков поэтому я разделю нитку если вы понимаете о чем я говорю если нет то в следующем видео я когда я вам покажу если вы напишите что не понимаете о чем я говорю можете тут сама себе на уме в общем мне мой подбор нравится я оставлю вам превью покажу как выглядит сама работа мне кажется очень даже симпатично получается вот этот цвет зеленый я вышиваю точно таким же цветом как точнее такой же ниткой DMC только другого номера к сожалению я не знаю где но у меня тут есть целый пакет с нитками да которые я привезла не знаю где то он лежит может и закончился но ничего страшного в общем здесь также у меня закончился этот темный цвет он мне напоминает оттенок 3371 но он немного такой шоколадный светлее и мне надо тоже его докупить чтобы продолжить вышивать домик но если я его не докуплю то есть если я передумаю например вышивать этим цветом то я могу взять два оттенка от сего сэмплера вот с этих ниток да то есть вот эти два коричневых еще знаете когда снимаешь видео потом такой хаос вот я чтобы дальше срочно показывать эту работу запихала в пакетик вот так нитки естественно я их потом переберу аккуратно а то не распутаешь вот этот домик я выбрал не случайно я его хотела вышивать именно в России так как я его ассоциирую своим домиком дома он у меня конечно шахматный коричневый а здесь вот такой полосатый синенький как немножко в больнице но я-то знаю что это нет такая ваза интересная здесь у нас есть лэйзи дэйзи также алжирские глазки которые мне очень нравится вообще обожаю алжирские глазки они так интересно делаются впервые я их делала в сэмплере от JustNan который бы неплохо бы оформить но вот руки не доходят в общем тоже интересные такие элементы вот эта птица классная вот это мне прямо очень нравится я так понимаю это павлин вот эта птица интересная такие завитки в общем вся работа очень интересна что я тут говорю это у меня тридцатый каунт непонятно какой равномерки я просто взяла ее и покрасила чаем и кофе по-моему добавила еще корицу у меня как видите такие разные переходы где-то потемнее где-то посветлее и мне хотелось чтобы был такой эффект прям не то что старины а какой-то вот потертости не знаю небрежного окрашивания вот как будто бы она полежала столетиями вот я надеюсь что у меня этот эффект вот произошел в общем вот этот яркий элемент очень красивый вот такая работа обожаю примитивы потому что их можно вышивать остатками из ниток то есть не обязательно что-то закупать а сделать подбор на свой глаз и все выйдет так как надо здесь в основном использовала я из фтов которые идут ручного окрашивания да это тинь баскет привыгресс и экшел в общем этим я вышивала дом вот он такой светленький как экрю на самом деле этот цвет вот ничем не отличается от нитки димси вот серьезно очень редко я вижу переходы от the gentle art нежели чем у x day works как мне кажется у x day works выигрывает в этом плане плюс я еще вышивать люблю больше x day works потому что они более приятные по качеству вот эти нитки они линяют чуть-чуть совсем но у меня не color fast то есть они у меня не красятся поэтому свою работу сэмплер да который вам показывал только что я его стирала много раз гладила много раз и ничего с ним не произошло здесь на меня чуть-чуть подпушились нитки но ничего страшного еще я не люблю вышивать the gentle art просто потому что они постоянно путаются в них постоянные узелки когда вышивала сэмплер я просто вообще ругалась как не знаю кто как сапожник наверное потому что невозможно было взять иголку с ниткой и начать спокойно вышивать постоянно образовывались узелки вот это все что касается этого чудесного домика дальше я покажу вам работу которая просто свела меня с ума как-то осенним хмурым вечером дождливым естественно пасмурным я пила горячий чай или стала вышивали в инстаграм для вдохновения как-то ничего не хотелось вышивать и я думаю дай-ка посмотрю что в мире есть я вышивали в инстаграм пользуюсь не каждый день нет времени банально но когда пользуюсь могу там залипнуть на очень долго ну так вот я листала инстаграм и наткнулась на профайл одной интересной девушки я так понимаю она живет в оксфорде она вышивает очень много примитивов и также есть интересный профайл с книгами с какими-то старыми такими винтажными она вообще не знает про мое существование я так понимаю я оставлю ссылку на нее внизу может вам тоже придется ее вышивание вкус по вкусу как и пришелся мне но мне очень понравилось в общем я у нее увидела готовую оформленную работу вот эту королеву все после этого я больше спать не могла нормально я настолько влюбилась в этот сюжет если кто не знает это прейремон прейремон королева сердец я вставлю вам превью потому что у меня нет его в наличии и о боже я потеряла всякий сон но для меня эта королева она такая интересная такая интригующая такая какая-то магическая завораживающая необычная вдохновляющая очень все виды которые могу подобрать к этой королеве они для меня есть какая же красота да конечно многим придется не по вкусу но я же вышивая для себя мне очень очень нравится то что у меня получается из-за света немного ткань выглядит такой желтоватый и цвет чуть темноватым и совсем не видно переходов хотя я скажу честно в живую вот при дневном свете все это есть но когда я закончу эту работу я постараюсь снять ее так чтобы можно было разглядеть плюс еще естественно выставлю фотографию в инстаграм в общем это у нас такая королева вот это ее волосы не ткань не платок вот это ее платье с сердечками и вот это пальчики рукава и вот она здесь держит сердечко вот это ее лицо вот сама корона ну естественно и туфельки как же она мне нравится она меня настолько умиляет когда я видела этот сюжет я просто влюбилась я сразу прислала его полине с канала полина на чай ссылочку тоже на инстаграм на инстаграм на инстаграм и на youtube оставлю и полина мне сказала что похожа моя королева на мать терезу я не знаю мать терезы нет но она мне безумно нравится и я ничего не могу поделать в итоге у меня кроме ткани в принципе ничего на нее не было у меня два цвета было это вот этот который использую сэмплер и вот этот цвет который я использовала в своем домике от the cricket collection видим домики оставлю вам картиночку вы увидите кстати все цвета я использовала в этом домике поэтому все они мне пригодились видите какая забавная штучка не могу как я люблю это колечко кстати осенних работы меня в этом году не будет наверное потому что вышивала их целый год и немножко от них подустала мне теперь хочется много чего весеннего и зимнего в общем всего хочу только не осеннего потому что он просто потому что в общем я решила что мне нужно срочно начать буду вышивать всем тем что есть и ничего страшного я сделал свой подбор вот это платье я решила взять это платье да я решила взять оттенок baked apple в xd works к слову вся эта королева вышивается нитками речного окращения и нет на нее никаких переводов dmc но таблицы в интернете есть поэтому думаю не проблема но мне хотелось видеть переходов цвет как вы здесь можете видеть он такой неоднозначный он немножко даже вражинку отдает я вижу переходы что на вот этом оттенке что на вот этом но когда смотрю на полностью картинку в целом я переходов особо не вижу да вижу где-то здесь светлее здесь светлее здесь 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 но в принципе таких явных переходов как я хотела бы нет наверное если выбирать какие-то нитки что были явные переходы то нужно взять dmc вот эти мультиколоры потому что в них это точно будет явный переход и я решила вышить это платье вот этим цветом туфельки я взяла более темный цвет брик и вышла им сердечко здесь тоже есть переходы но почему-то плохо видно туфельки платьишко платьишко и вот эти сердечки я вышла цветом rossed marshmallow мне мне кажется цвет очень сюда подходит опять же переходы есть но они не так видны почему-то даже не знаю почему ну ладно и вот здесь есть как бы там два слоя таких layers не знаю как по-другому сказать вот один посмотреть другой потемнее тот который потемнее и корону я взяла цвет Adobe он очень такой прикольный здесь виден яркий переход смотрите насколько яркий то есть я брала нитку начинала вышивать каждый крестик я закрываю поэтому изданку показывать не буду она не очень хорошо выглядит я начинала вот отсюда да вышивать так 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 и отсюда тоже самое вот так 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 и видите здесь уже совсем такой темный оттенок если здесь более-менее светлый здесь уже темный мне очень нравится единственное что мне не нравится мое лицо оно совсем непонятно кажется здесь какая-то мешанина и я это лицо распущу она сейчас отдает немного таким серым цветом и просто его вышью опять же вот этот цвет там Adobe под корону видела в интернете что многие девчонки делают корону из металлика либо крейника но я это делать не буду мне нравится мой вариант хотя вот если я сделаю волосы мне волосы они такого цвета наверное будет странно выглядит моя корона но посмотрим вот этот цвет который у меня был он как раз таки да он подошел сюда мне на вот эти листочки он тоже с такими переходами но почему-то не очень то все и видно ну ну и ладно ничего страшного бэктищи здесь выполняется в два сложения где-то в одно в цветочек но потом покажу в принципе это все что я успела вышить за три дня я знаете я не могла от этой работы оторваться еще это вот вышивальные какие-то любимые работы это как хорошие книги когда ты читаешь книгу интересно ты не можешь оторваться но ты также немного растягиваешь процесс потому что ты погружен в мир геро с героями да живешь прям и тяжело расставаться с ними также с этой работой вот не могу вышивать ее очень быстро хочется мне порастягивать удовольствие все цвета которые мне нужны я кстати записала в блокнотик себе покажу вот так вот выглядит все это дело вот эти цвета которые да у меня здесь прочерки стоят их нет у меня то есть мне нужно их буду купить сейчас я немного достопорилась так как у меня нет каких-то розовых цветов да я могу конечно взять вот эту нитку и что-то с ней придумать но она как видите достаточно яркая мне хочется более таких цветов каких-то не знаю античных что-то в этом роде поэтому я немного застопорилась тут у меня блокнот такой смешной попросила у мамы какой-то блокнот чтобы мне можно было срочно записать что какие-то статьи буду использовать и мама дома на такой блокнот смотрите это я десять лет назад совсем не похожим ребеночек такой так в общем моя любимая королева обожаемая не могу как она мне нравится ух надеюсь закончу я в этом году а нет так и ладно знаете вот с этими двумя процессами я не спешу конечно прощаться вышиваю к свое удовольствие и у меня нет какого-то такого марафона бегом-бегом в общем мне просто очень приятно чтобы они у меня были в процессах очень как понимаете подсела я на примитивы и на сэмплеры я не сказала что в работе с королевой я использую вот такой отрезок ткани мурана 35 на 35 и цвет 3009 винтажный мокко насколько мне известно очень красивая насыщенная яркая ткань вот теперь я хочу вам рассказать что в сентябре у меня произошла первая моя рукодельная встреча она была очень необычная потому что состоял из меня и из псковской вышивальщицы Леры я впервые видела чужие работы это было невероятно интересно и я впервые видела вышитые работы по авторским схемам русских производителей точнее русских дизайнеров хотя они и производители многие еще и комплектуют и наборы в общем мне было невероятно интересно и в дикбовинг в общем все необычно но я думаю встреча прошла хорошо и Лера мне подарила вот такой набор от МП студии жар птица замечательные подсолнухи сейчас на них смотрю и думаю какие они яркие так хочется лета и насколько я знаю это такой триптих небольшой есть два еще сюжета это по-моему ромашковое поле и васильковое я могу ошибаться но надеюсь что нет и мне нравятся все сюжеты если они попадутся мне под руку я обязательно их прикуплю очень красивая яркая работа которая вышла довольно таки быстро я ее вышла дней за пять но вышивала я часа по два поэтому мне кажется быстро она вышивается невероятно просто крестик в два сложения полукрест в два сложения и в одно но бэкстича здесь немного буквально на кукурузнике совсем чуть-чуть и на подсолнухах если брать расчет бэкстич который выполняется на этом маленьком отрезке то может быть его и много но если судите потому что вообще да как бы бэкстича бывает так много например как в голд петите то здесь вообще его нет бэкстич можно сделать за один час с легкостью в общем простой сюжет интересный яркий летний я когда смотрю на него у меня какие-то летние такие воспоминания сразу об встрече в этой буду вспоминать мне очень нравится эта дорога которая уходит куда-то вдаль в лес и несмотря на то что здесь такие такое яркое небо такие облачка мне кажется если честно что это погода перед дождем вот совсем чуть-чуть может конечно свет так отражает но мне хочется чтобы сейчас пошел дождик и все было такое мокрое и пахло все очень вкусно в общем вот такие у меня фантазии но дорога просто вообще какая-то обалденная вот так и хочется бежать по ней из ниток все нитки навешаны были на органайзер мне было невероятно удобно потому что я люблю такой цифровой метод вышивания да когда вот так вот именно все организовано не так осталось более чем мне кажется хватит еще даже на второй отшив просто прелесть серьезно замечательная работа не к чему придраться по крайней мере мне я вышиваю впервые этого производителя мне очень понравилось никаких плохих впечатлений вообще у меня нет кстати лера пишет интересные посты то есть она не просто выставляет фотографии в инстаграме а еще интересно пишет я оставлю вам ссылку на ее инстаграм и обязательно заходите подпишитесь также я поснимала немножко леру она совсем даже не растерялась перед камерой как будто бы всю жизнь снимает на эти видео такая ла 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 волтушка и обязательно вам покажу что вышивает лера может вам тоже очень понравится и вы откройте для себя нового блогера хоть и инстаграмного хотя я хочу всегда чтобы люди снимали видео потому что это интересно смотреть и чувствуется и голос энергетика человека особенно если еще и с лицом снимает так это вообще едва неприятнее короче вот так вот такой интересный сюжет получился у меня еще у меня была небольшая расхомяечка и вот у меня остался один набор из четырех я продавала четыре сюжета остался один такой французский маркет очень мне нравится смотрю на эти цветочки они мне кажется так благухают вкусно и ароматно нравится этот сюжет я кстати была во франции и вышивала похожий сюжет но не похоже но большой gold dimensions италию на поездку в италию поэтому это все сбылось кстати мое желание поехала в италию поэтому франция была наверно нужно мечтать другое куда бы я еще не была куда бы я хотела поехать знаете это хочу поехать уже поскорее домой обнять срочно все свои наборы порассматривать бисеринки какие-то схемы и у меня появилось такое дикое желание снять видео обязательно сниму по приезду в декабре если конечно сообщениями не подведут какие наборы больше не хочу вышивать какие схемы я больше не хочу иметь свою коллекцию почему я пришла такая мысль просто потому что я поняла что есть многие люди которые ищут какие-то те или иные сюжеты наборы схемы опять же но у них нет возможности купить потому что они приоритетные у меня таких наборов и сюжетов много с каким-то я хочу попрощаться с какими-то нет что-то подарю что-то выброшу что-то отдам что-то продам посмотрим как будет обстоять дела но я так прикинула что у меня где-то хочется иметь в коллекции не более пяти наборов дименшинс больших голд да при том что мне нравятся маленькие аппетиты но опять же они на 18 основе я не люблю вышивать 18 на 18 аиде поэтому наверное буду заменять аиду хотя аппетитики очень классные да дименшинс есть дименшинс еще я очень скучаю по милл хилл я не вышивала милл хилл намеренно два месяца и что я хочу сказать я реально какой-то в этом плане в хорошем вышивальном мне очень нравится милл хилл и мне мои милл хильные если можно так сказать подружки мариелька и марина привет предлагали прислать наборы за что вам конечно большое спасибо но я отказалась потому что ну я сама все куплю и это раз а вторых ну просто зачем буду вышивать то что есть а дома уже вот оторвусь у меня тем более большое пополнение я не снимаю точнее не то что не снимаю да я не вышиваю наборы милл хилл в данный момент но я не не останавливаюсь и не прекращаю их покупку то есть я где-то купил уже я уже сбила со счета по-моему 14 наборов я вам их обязательно покажу но еще не решила как показать их в коллекции милл хилл либо в покупках потому что я покупаю пока что только милл хилл в общем посмотрим потом у меня настолько много наборов мне кажется более 50 что мне нужно завести какую-то корзинку где все это как-то нужно хранить организовать и потом с удовольствием вышивать еще меня просто поперла на весеннюю тему мне хочется вышивать скворечники какие-то вот такие цветочки божьи коровки попугайчики все вот это тема осени как будто бы я немножко от нее подустала так как я ее так сильно любила она сейчас заполонила все что очень даже хорошо и я вышиваю все-таки милл хилл давно да и в основном у меня это хэллоуинские сюжеты либо харвест хочется немножко сменить фокус и повышевать что-то такого весеннего хотя опять же я говорила что я не люблю весенний милл хилл но теперь я поняла что его очень люблю и жить без этого не могу так что в декабре обязательно будет много-много милл хилла по крайней мере 2-3 я точно планирую вот так вот залпом сесть и вышить еще есть такая проблема я думала здесь оформить несколько своих работ и повезти с собой в штаты но я лечу турецкими авиалиниями и по правильному в ручной клади сейчас должно быть не более четырех килограмм но у меня к сожалению только два ноутбука я с собой вожу да все два ноутбука они весят уже четыре с половиной и я не могу взять больше ничего в ручную кладь поэтому я не знаю как мне поступить с оформленными работами оставлять их дома и потом приехать забрать либо не оформлять оформить их в штатах ну либо оформлять без стекла и как-то это все упаковать и сдать в основной багаж в общем это целая такая знаете проблема большой квест но я это еще по ходу дела не решила так как я еще не завершила свою работу сэмплером когда завершу тогда и решу в общем пожалуй в этом отрезке видео все покажу вам сейчас свои ткани которые прикупила вот совсем недавно еще я сделала небольшой заказ на шелковой нити реф мне очень понравился было очень быстро оперативно классный вообще магазин прям хочется заказывать еще и еще это не реклама если что я заказала себе два таких льна это пермин 28 аккаунт я вышивала три работы на 32 и мне не понравилось потому что я не люблю 30 аккаунт и плюс еще я вышивала там металликом и креником и мне было очень тяжело кстати и бисером тоже поэтому это две работы милл хилл и одна работает крикет коллекшн да такая в ванне поэтому мне неудобно было вышивать я заказала двадцать восьмой здесь у меня хватит на четыре сюжета вот милл хилл я буду заменять перфорированную бумагу на вот этот цвет это милл чоколад я уже на нем вышивала очень красиво получается я считаю что это лучшая альтернатива замене перфорированной бумаги на тот цвет потому что на этом цвете как-то выигрышно смотрится и бисер и нитки также я заказала вот такой цвет этот цвет амбар это вообще один из моих самых любимых цветов в общем амбар и милл чоколад это два очень красивых оттенка он немного желтенький такой не знаю почему показывает коричневым серым на самом деле он не такой замечательный цвет я взяла уже чуть побольше в отрезке тоже двадцать восьмой аккаунт буду опять же либо для милл хилл применять либо для чего-нибудь еще но весь заказ был сделан потому что я никогда не вышивала на муран и насколько я знаю эта ткань не представлена у нас в штатах а мне очень хотелось попробовать потому что все постоянно говорят что мурана такая классная ткань попробуй попробуй и я такая окей закажем я вот заказался сразу несколько отрезков потом покажу естественно вот этот винтажный мокко который активно вышивается моей королеве все практически заказала 35 на 35 либо 40 на 40 по моему также заказала эдлинбург 36 аккаунта опять же цвет винтажный мокко но он отличается от цвета королевы мурана который вышиваю тот более потемнее этот более пожелтей мне нравится вышивать в 36 аккаунте здесь я планирую вышивать плам стрит сэмплэрс я вообще все ткани заказываю для того чтобы вышивать на них примитивно то есть примерно плюс-минус на все ткани у меня есть задулки дальше эдинбург опять 36 аккаунт вот такой сливовый оттенок 222 мне очень нравится этот цвет такой он красивый простой сливочный цвет все оттенки у меня в принципе разные не считая винтажного мокко newcastle 40 заказала я на него вышиваю сейчас свой сэмплер этот цвет 3092 заказала его для каких-нибудь примитивов сэмплеров пока что для него я не знаю какую работу но это легко исправить потому что ткань была вот такой кашель 28 аккаунта номере 39 309 точнее извините они все для меня в принципе похожие такой мне кажется более пшеничный что ли цвет не знаю зачем его заказала пусть будет бритни никогда не вышивала на бритни я знаю что многие заменяют бумагу мелхилл именно на бритни это цвет 779 я взяла попробовать нравится не понравится а этот цвет не цвет полно ткань тоже у нас не представлена в штатах поэтому буду пробовать ее впервые взяла вот такой интересный оттенок 1079 28 аккаунт кашель когда смотрела на сайте не понимала что за цвет а когда он пришел я поняла что у меня есть ткань 50 на 70 по-моему до лугана в общем там 25 аккаунт и лежит у меня кушать конечно не просит но ждет когда я чем-то на нем вышиваю цвет красивый такой мраморный мне очень понравился дюнный не однотон по-моему называется в переводе еще вот такой цвет мурана 264 тоже сливочный но немножечко темно сливочный я бы так назвала пусть будет все для примитивов опять таки мурана 770 знаете я сейчас смотрю через камеру понимаю что все цвета в принципе похожи идентичные но я брала светлые оттенки со счетом того что их можно будет покрасить они сюда подойдут вот такой цвет нуга очень мне хотелось попробовать вот эту нугу очень красивый цвет я всегда видела раньше его в инстаграм многие вышивают на нем авторские работы почему-то он не передается так красиво как он есть в жизни очень интересный оттенок тоже буду на нем с удовольствием вышивать прям жду не дождусь 30-21 и вот такой вот такой кусочек я таки от мурана в цвете 306 он больше похож на натуральный цвет тоже для примитивов также я купила себе 3 такие ноу-нейм стани одна у меня в работе сейчас я вышла на ней домик и вот две еще лежат стоит конечно вообще копейки 157 рублей 50 на 50 30 каунт невероятно дешево даже не знаю что это но вышивается кстати на ней очень просто могу сказать что она плохого качества нормального качества ничего плохого в ней нет покажем поближе вот видите вот так она выглядит мне нравится я ее покрасила поэтому все очень даже достойно и красиво выглядит в общем на этом было все спасибо кто не отписался остался на моем канале и хорошо повышевал под это видео надеюсь вы продуктивно повышевали может попили чай может поубирались поготовить чего-то всем всем большое спасибо и до новых встреч пока пока наконец-таки сбылась мечтать девушка мы на вышивальной встрече привет вышивальщица из пскова да случайная встреча такие красивые работы так расскажи давно ты вышивала это я вышивала в июне или в июле этого года это бонус за совместник у нас совместник с иолок цепей вот таких пчелочек да они замечательные я сразу решила что это будет игольница очень красиво мне попались вот эти пиночки тоже они прям они всегда здесь сидят я бывает даже ими не считаю они просто живут как вера эта табличка потому что мы репетировали вот а чашечку это тоже был бонус в этом году ушивала да тоже этим летом это кстати все работы этого лет а нет вру вот эти работы этого лет этого года это прошла годняя весна да это я еще вышивала в Питере у Нади Нагорный мне очень понравилось это гнездо или классный ой я сейчас заметила что это птичка да я бывает самая иногда не замечаю кажется что это челка с клюм как подумала вот вот а это дедушка он старенький я его вышивала года 2 наверное назад где-то с ноября месяца и он у меня вышел уже в марте наверное в апреле то есть получается ноябрь декабрь и марте да и март ну около полугода в месяц 4 даже может достаточно быстро да а ты только его вышивала или что только его это был просто офигенность как красиво я его вышивала каждый день вам много кстати времени вышивала да я тогда не работала практически бывало дни что я вышивала с утра до вечера просто так не открываясь бывает пару часов ну очень много я вышивала а он тебе не надоел пока кстати не шивала нет он просто я обожаю новый год и он мне нравится просто вообще все новогодние эти я люблю этого дедушку я правда его оформлю я обещаю торжественно клянусь придется в этот новый год он будет у меня висеть на стеночке очень красиво а как хочешь оформляйся не думала нет вообще не знаю даже какого я думала паспорту не надо здесь вот очень много всяких штучек и просто не знаю я тут тоже тоже сказать не могу еще тут оформлитель узкий красивый грибук даже не знаю какого цвета паспорту а не думала например зелененький так как Рождество что-то такое типа новый год либо красный вот красный я думала может быть еще красный бархат вот я тоже думала я проходила на работу на половину короче красная есть зеленая рамка и красный бархат внутри очень красивая работа сейчас я заговариваю все равно мы с собой поедем и приложим все что есть у них очень красиво здесь и крейник да ты крейник же или металлик металлик это металлик раньше я не знала отличия крейника от металлика когда только начинала вышивать я совсем недавно узнала что просто крейник у нас по моему не разделяется да вот здесь есть такой жирненький такие офигенные пчелки ну я не знаю я надеюсь я правильно сделала да они такие красивые а вот там вот металлик есть золотой конечно с этим металликом это был мой первый металлик это я намучилась намучилась просто намучилась а ты кстати вышиваешь одной иглой или несколько дней раньше я вышивала одной это все вышло одной иглой постоянная смена нити без всяких органайзеров то есть как вот у меня нитки вот это вот были там намотаны я их не отрезала не делила так вот они и есть и сейчас я каждый раз хочу разделить подготовить сделать нарезку но как-то у меня все не идет а ты из органайзера да тоже вышиваешь ну там пака все еще есть все с бобинок накручиваешь да накручиваю на бобинки потом отрезаю вставляю в нитку сейчас единственное что бывает если я знаю что у меня допустим два розовых идет вот я один розовый беру в одну иглу в другой в другую иглу то есть как бы я жду и соответственно бэк у меня теперь другие иглы я купила наконец-то иглы много тоненьких для бэкафетча я раньше мучилась с бэком делала его толстой иглой потом мне кто-то дал идею сделать бисерной иглой его и просто правда? а я не знала теперь это уже буду знать и даже не забуду и бисерной иглой намного легче она же тоненькая то есть она вообще прям проходит хорошо да? тут какая красивая рамка это то что им надо это какая 10 на 10 прикладывай я пока не знаю что да к папке идеально очень подходит ну вот что-то еще у тебя вызвать сейчас а вот ты вышиваешь на пальцах или на вкус на пол или у тебя есть станок? на пальцах у меня есть станок но он для больших наборов вот дедушка на станке а сильнейший пальцем а пальцы деревянные пластмассовые либо нурки обычные круглые вот эти вот вышли на новиночке это такие квадратные нурки а кстати нравится я тоже таки хочу или неудобно? как бы как он вот такой средний размер то есть ну двойка у меня да средний и он шел пяльцы шли чисто на работу то есть прям они ровно влезали даже не надо было их переставлять так в принципе нормально если ты вышиваешь каждый день если ты отложишь работа начинает немножко провисать все таки вот эти круглые которые за барабанной натяжкой мне нравятся больше а как ты держишь пальцы в руках или ты их в руках тиски куда-то нет или в руках или знаешь так сяду перед телевизором так все это между коленок того собой когда так удобно поваляться бывает уже все спина затечет вышиваешь я кстати хочу станок попробовать купить но что-то мне кажется мне не понравится на него вышивать потому что я тоже мобильная привязан за сюда хожу привязан постоянно к местам неудобно конечно в общем это была Лера я ставлю ссылку на ее инстаграм с очень красивыми работами смотрите еще раз какая красота я не могу так все красиво так Лера теперь тебе надо написать пост про машинку этот зингер который ты мне рассказала что купила и сшила это на машинке зингер лучше старый хорошо очень старая машинка мне досталась от рукодельницы по наследству да по наследству вот что вдвойне приятные ей и мне даже мне интересно теперь хочу ее посмотреть вот такие красивые работы спасибо Лера спасибо пока-пока спасибо 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 спасибо